Из России в Лас-Вегас и обратно, конечно же, обратно ничего не возвращалось, оборот использован для красного словца, но история интересная. К нам в руки попал замечательный образец отечественного гражданского оружия, нарезной карабин, с виду будто бы напоминающий АКМЭС, но очень, очень необычный. Всем нам нравится такой формат автомата Калашникова, с металлическим прикладом, складывающимся вниз. Мы также знаем, что на гражданский рынок таких автоматов попало примерно, нисколько, то есть 0 единиц. Но спрос на десантный Калашников был и есть, поэтому в свое время компания Молот Армс, не имея возможности огражданить АКМЭС, выпустила соответствующие переделки из обычных АКМ, убрав фанерный приклад и заменив его складным металлическим. Узнаются такие гибриды легко, по двум клепкам на заднем срезе коробки. В общем и целом, идея светлая, но сегодня мы поговорим не о ней. К нам попал необычный карабин, пулеметная ствольная коробка, толстый, тоже пулеметный ствол и фурнитура от РПК, все надежно и монолитно, но самое необычное, надписи на ствольной коробке, FIM и групп Лас-Вегас-НВ-ЮСА и Вепр-7, 62 на 39 с одной стороны и МА-136 с другой. Как вы, наверное, уже догадались, это крайне необычно, поскольку Вепр-ИМА, это продукция разных предприятий. Поиск в интернете дает ответ, что надпись FIM и групп Лас-Вегас-НВ-ЮСА говорит о том, что оружие сделано для американской компании и, видимо, по ее требованиям. Но в ассортименте компании нет никаких десантных автоматов. В чем же тут дело? Судя по всему, это был обычный АК со стационарным прикладом из числа тех, что были предназначены для североамериканского рынка, но в США так и не уехали из-за санкций. В то же время, продавать их в таком виде тоже не получилось бы, нужно сертифицировать для внутреннего рынка. Как мы предполагаем, юридическая проблема была решена оригинальным образом, проблемные карабины выкупила компания Молот Армс, видимо, по документам они проходили как запчасти или комплекты запчастей, и сделала из них, новый карабин, МА-136, вот такая гипотеза. В итоге получилось очень интересное оружие, по сути, АКМЭС, но в пластике, с пулеметной коробкой и пулеметным стволом. Мощный и харизматичный, можно сказать, наша собственная отечественная черная винтовка. И да, магазины на него идут, что называется, без изменений, под горку и правильную защелку, но, конечно же, с ограничением на 10 патронов.